здравствуйте вы на канале тани галкина давно не снимала но моя рукодельная жизнь бьет ключом и сегодня расскажу что я делала последние недели почему не снимал собственно были причины но хорошие отдыхательные вот ну расскажу сегодня о вышивках вот были у меня начале августа планы чтобы снимать ну типа рукодельных недельными рукодельные заметки по ходу вышивок потому что часто бывает такое вышиваешь вышиваешь и забываешь потом что хотела сказать хотя и немножко записываю но тем не менее хотела снимать походу но тут получилось такое дело что у нас выпала с мужем неделя даже 10 дней отпуска и мы буквально ну так как нет не было возможности выехать куда-то за границу отдыхали у нас немножко поездили посмотрели расслабились короче обо всем по порядку так вот сначала о том что чем же я занималась я вышивала не шила потому что шить надо так сказать когда сама себе и никого нет дома и чтобы сосредоточиться а вышивать можно по вечерам и хорошие у меня были продвижения сейчас все расскажу но прежде всего это мой основной процесс это сапожок от dimensions я его распланировала так чтобы закончить его вышивать в октябре и у меня получилось что я должна вышивать в неделю 1400 крестиков это восемь с половиной процентов первую неделю августа я вышила десять процентов а потом следующие две недели было уже чуть меньше я уже объясняла почему потому что днем я не могла вышивать вышивала по вечерам но в общем-то было где-то в пределах потому что сейчас у меня на вот на данный момент три недели я вышивала эту работу сейчас 27 процентов а мне нужно вышить с 33 то есть за последнюю вот эту неделю августа я должна еще вышить совсем чуть-чуть но я постараюсь вышить конечно побольше вышиваю вышиваю как бы стараюсь стараюсь вот я начала с самой машинки от середины начала и решила двигаться все-таки вверх но захватывая как бы боковую часть то есть верхняя часть у меня вот уже по крестиком вышита и полукрестиком уже так полностью это же сделала бы вот на этой верхней части на этих подарков здесь три вида бэка черный в одну ниточку бэк показывает силуэты подарков силуэты лент есть еще вот здесь вот этот верхний подарок он как бы бумага в клеточку клеточка в две нитки желтым ну и белый вот этот снег который лежит на подарках здесь две ниточки белым цветом значит вот здесь в бэк вышит полностью и собственно сверху уже это все нет никак не полностью до ошибаюсь нужно вышить бак еще вот здесь этот бак я не дошила я на прошлой неделе вышивала всего эту работу два дня сейчас расскажу чем была занята вот это уже вверх я разметила до конца то здесь остается только бордюр на и вот этот вот линия и имя то есть вот до сих пор это все вышита вышита елка и вот вышит эти елочки я уже не стала распяливать девочки канва такая жесткая вот она прямо напоминает мне гамму царапают мне руки у меня есть наборы чудесные иглы где на вы куда входит канва гамма там я ее заменяю на равномерку вот она такая же гамма вот как вот это вот димовская канва просто жесткая при жесткая так вот здесь я меняю на равномерку потому что невозможно вышивать вот я подбираю равномерку в цвет это у меня лежит уже следующий набор который в очереди на вышивку он принципе должен был в августе начаться но не начался надеюсь я осенью его быстренько вышью хотел участвовать в совместном проекте вышиваем набора чудесные иглы в инстаграм как участвовал прошлом году там хорошо так быстренько я продвинулась а потом решила нет буду вышивать 1 не интересно вышивать потому что чудесная игла игнорирует иностранных не российских участников и все розыгрыши все призы и так далее все это для российских участников просто не не очень приятно то есть покупайте наши наборы вышивайте но пощать мы будем других людей так вот я вышью мне это нравится я купила это я вышью но немножко если у меня обида потому что я даже не получила приз за прошлый сезон чудесные sp4 потому что нужно было высылать за границу есть небольшая обида ну ничего ладно зато у меня есть набор и это дизайн я вышлю будет все хорошо короче сейчас речь не о чудесной игле сейчас речь вот об этом сапожке dimensions то есть мне осталось вышить до 33 процентов немножко на этой неделе вот но пока я ищу его вот на этой неделе в руки не брала ну собственно недель только началась занимаясь другим следующий мой процесс это процесс по дизайну надежды брежак и сад вставлю картиночку вот сюда наверно да чтобы было понятно я сначала запялила на большие пяльца на четверочку ног мне неудобно было как-то и на вас на держатель крепить как-то мне это было вниз руки неловко вот и я решила перепялить на на более маленькие пяльца значит вышиваю сейчас на двойке запялила вот так вот в один угол и вышивала здесь буквально всеми оттенками сначала вышивала по кругу вот а потом решила вышивать вот так по углам значит вот этот угол вышит полностью здесь нет только голубых цветочков вы видите их наверное картинки значит здесь две веточки голубых цветочков но у меня нет этой нитки я подобрала похожую но потом в итоге сейчас заказал на мельфлер ниточку 3 номер 32 из новых оттенков димси и подождусь уже и и не буду спешить вышью ниточкой той который должна быть вот значит вот это вот я вышиваю посаде вот это мне показывает что это у меня 51 процент уже выживки готова сейчас я перешла вот на второй угол запяли этот угол и буду потихонечку вышивать но и в конце выше синенькие цветочки вот сейчас занимаюсь мне приятно вышивать вот на этом кэшел приятно на нем очень вышивать и удобно нам на небольших пальцах я просто вот вечером релаксирую с этой работой не очень хочется пока брать диман шанс ну надо будет потом взять но пока отдыхаю вот на этой работе начале прошлой неделе я получила предложение от ольги кинкербелл хозяйки группы мастерская вышивальная сказка в контакте я оставлю напишу здесь и и unique в instagram она предложила мне сделать первоотшив вот такой вот примитивной девочки пчелки я с удовольствием согласилась я люблю ольги на схемы мы вместе с ней выбирали основу она попросила чтобы основа была как сырой лед максимально более темная но вот вместе мы с ней выбрали его и понравилось что она такая вот фактурная на ней есть вот эти вот утолщенные переплетения вот и действительно нитки очень хорошо легли все ниточки по ключу вот может быть я если бы сама вышивала я не слабо какие-то изменения но вот вышила так как была разработана ольги очень понравилось ссылку на схему на приобретение я оставлю в инфобоксе вот но вот эту вот чоку я вышила за четыре дня но так как только просила потому что надо было вышить сначала пчелку без крылышек она посмотрела потом я вышила улей и горшочек вот ну и мне очень хотелось перейти к цветочкам но кстати в цветочках я немножко под застряла потому что что тут ну во первых это равномерка сбивалась вот тут вот где два где три цветочка где какие листочки как-то невнимательно наверное просто вышивала но в общем хотелось хорошо их повышевать но в итоге я тут немножко попорола вот вышила короче вот эти цветочки с удовольствием думаю там альпы наверно красивые такие вот и значит эта работа сразу них а захотелось ее оформить все меня спрашивали во что будешь оформлять хочу оформить косметичку или мешочек какой-то для подарка для своих внучек вот может быть у нас скоро роша шана новый год и вот там значит тоже как бы как один из основных то что должно быть на стали это мед мед пчелы видите тут красивая такая вообще вышивка вот эти пчелки мне очень нравятся четыре крестика такие пчелки красивые и бэк бэка совсем мало бэк вот тут вот только на губках но он считается несчетным ольга пишет что и бэк в том числе несчетный нот несчетные к губке вот и вот тут вот бэк где изображается полет пчелок очень нравится мне на красивые конечно перехода вот здесь на цветочках и на листиках я специально кладу рядом без белый лист бумаги потому что иначе цвет канвы просто не передается вот значит сделалась вот такая работа за четыре дня и я быстренько быстренько подумала что быстренько подумала да очень быстренько так долго думаю подумала что надо ее оформить потом посмотрела на то что у меня недооформлено решила нет надо устраивать марафон оформлений ну или я вспомнила у меня было когда там может быть это есть у меня плейлист называется проект по завершению проектов так вот я на этой неделе его уже начала этот проект сейчас я может быть о нем тоже но параллельно буду рассказывать так вот эта пчелка у меня тоже входит в этот проект по завершению проектов я уже подобрала тут немножко тканей и вот правда в раздумьях еще делать мешочек или делать не знаю косметичку ткани конечно совершенно не такие они же желтенькие если так поболее посмотреть они даже ну вот это вот даже медового цвета совсем не видно рядом с белой бумажки вот ткани красивые конечно и рядом с вышивкой будут хорошо смотреться на внутреннюю часть вот такой вот может быть горошек или вот этот вот батик неравномерного окраса желтенький без ткани уже подобраны и и стопочка на этот проект по завершению проекта складывается надеюсь я осилю их все все что запланировала значит кроме пчелки я на прошлой неделе завершила вот этот вот лист это дизайн урсула михаэль лет связи тканада все 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 здесь закончила не знаю вышивала двумя цветами более темным и более светлым красным не знаю насколько я это оправданно сделала новый же как сделала так дома пусть так будет но получился этот лист такой немножко вот если сделать просто подушку он будет теряться хотя тоже как бы что-то можно сделать но в итоге я решила что этот проект требует оформления вот есть у меня такой набор кусочков и есть у него такой набор лент в цвет как раз канвы такой бежевенький вот я думаю сделать какие-то может быть какое-то обрамление красивое этой подушки сначала думала сделать круглую присобрать чередуя светлые и красные кусочки потом решила думаю нет наверное я все-таки сделаю плоскую и сделаю какие-то вот здесь вот из этих кусочков сочетание ну в общем это пока один из следующих проектов на оформление тоже но вот он думаю поучаствует в этом проекте по завершению проекта она начала я его вчера достала свою корзинку вот эту вот с швейными проектами начала вот с этой вот подушки надпись это и биседер у меня была уже сшита лицевая сторона но я за отлежалась 2 недели и по и мне показалось что там не очень хорошо не очень четко вот это была линия соблюдена кривовато было все распорола все сделала заново и вот все за вчерашний день я сшила собственно всю лицевую часть и всю заднюю часть простегала на вот этом вот фетре он мягенький такое будет хорошо достала молнии общем короче осталось мне прижить молнию и сшить саму подушку но я буду конкретно каждом проекте рассказывать как раз под рубрикой вот этот марафон завершение проектов вот но и здесь лежит ждет тоже своего часа сапожок надо его уже заканчивается тут все его тканюшки вот это остатки чего-то а это надписи остатки надо их использовать тоже хочется повышевать какие-то мелочи но пока ничего не начинаю не вышиваю надо закончить вот эти вот все проекты которые уже вышиты которые надо оформить вот это то что касается августа месяца что у меня делалось что закончилось и ну что и что я продолжаю ну и в конце кому интересно я вставлю слайд-шоу такой из наших фотографий где мы были путешествиях сможем это мы посетили пещеру сталактитов и сталагмитов сталактитовая пещера находится в израиле в районе бейджемиша и мы посетили парк утопия это в районе натании на севере ближе к северу но в этом году нам что-то утопия не очень понравилось потому что на какое-то ощущение такое заброшенности запущенности может просто не сезон может я ошибаюсь надо будет поехать осенью где-то в октябре-ноябре наверное будет там уже красиво вот ну в общем вот на этом все кому интересно посмотрите с остальными прощаюсь надеюсь что ненадолго уже сегодня вот начну снимать по своим проектам по оформлению вот рада была снова снимать для вас рада что вы зайдете посмотрите всем привет всем хорошего завершения лета приятных отпусков завершения хорошей подготовки к новому учебному году чтобы все у нас было хорошо что все было более здорово и прощаюсь с вами до свидания а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok